Здравствуйте, уважаемые зрители! Наконец-то продолжаются наши обзоры по китайским недорогим ручкам. И сегодня у нас на обзоре ручка ПАРКЕР. Как мы понимаем, конечно, это копия, скажем так, если не сказать подделка. Нашла вот в таком чехольчике, мягком, и салфанчике. Открываем сторонку. Посылка шла 9 дней, очень быстро продавец это слал. Стоимость этой ручки 485 рублей 49 копеек. Ручка ПАРКЕР. На самом деле копия ПАРКЕРа СОНЕТ называется. Название такое, о чем и написано вот здесь вот на колпачке. СОНЕТ ФРАНС АИ. Здесь нанесено, что это логотип ПАРКЕРа. Сразу видно, что это копия, поскольку, если обратить внимание на колпачок, сделан немножко с косяком. Сама защелка тугая. Снимается колпачок очень мягко. Диаметр колпачка 12 миллиметров. Диаметр ручки в толстой части 11 миллиметров. Перо. Традиционное перо ПАРКЕРа с нанесением такой специфической насечки. Также мы видим логотип ПАРКЕРа. Написано, что это ПАРКЕР. И написано, что это материал золота 18К 750 пробы. Не знаю. Опять же, все это пишет китайец. Мы это все рассмотрели. И вам я транслирую. Уж какое-то золото, понятия не имею. Если мы посмотрим на такой характерный корректор для ПАРКЕРа. Материал крышки самой ручки это металлический. Покрытие такое, ну что-то ближе к софт-тач. Далее. Обычный винтовой механизм. Обычный винтовой механизм с поршеном. Единственное смущение у меня вызывает вот эта вот накладочка. Которая полностью пластмассовая. Ладно, будем думать, что она прослужит долго. Здесь тоже на ней написано, что это ПАРКЕР. Но это уже пластмассовая. Кстати, вот здесь вот, мне кажется, тоже пластмассовая нарезка. Ладно, посмотрим, как все это будет эксплуатироваться. И попытаемся ее сейчас заправить. Заправлять будем синими чернилами. Как обычно, чернила вляпался. Соответственно, пальцы будут в чернилах. Ладно. Это уже сам виноват. Ну, что сказать. Сейчас напишу я стих. По традиции, по нашей замечательной. Называется он «Вам». И вот так вот. «Вам» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...